Радиус сходимости степенного ряда. Одна из центральных тем от анализа тоже. Итак, напишем ряд. Будем его считать комплексным. То есть будем рассматривать, подставлять вместо z всевозможные комплексные числа. Ну, в частности, можно и действительно подставлять. А3z в кубе плюс так далее. Это ряд не просто какой-то функциональный ряд. У него есть очень специальная структура. А именно, мы взяли какие-то произвольные коэффициенты, но их присобачили к степеням числа z. То есть мы умножили их на степени z, на совершенно определенный функциональный ряд с очень специальными свойствами. И, в общем-то, нечего удивляться тому, что зона его сходимости выглядит некоторым специальным образом. То есть множество таких z, что ряд вот этот сходится, множество сходимости, очень специальное. Оно непроизвольного вида. Вот мы сейчас будем это доказывать, что оно обязательно является некоторым, ну, хорошо знакомым всем слушателям, имеет очень знакомый вид. То есть является на комплексной плоскости это хорошо знакомое всем множество. Ну, давайте, некоторая подготовительная работа пройдет. Давайте рассмотрим комплексную плоскость и предположим, предположим, что есть какая-то точка, ну, например, z0, да, в которой этот ряд сходится. Итак, вот есть точка сходимости z0. Значит, a0 плюс a1z0 плюс a2z0 квадрат плюс так далее. Итак, сходящийся ряд. Тогда давайте сделаем следующее. Отметим прежде всего, что в сходящемся ряде значение слагаемого, значение члена, стремится к нулю. По модулю, да? По модулю. По модулю. Если некоторый ряд с комплексными, слагаемыми с комплексными членами сходится, то предел модуля a1z0 в n равен нулю. При n стремится к бесконечности. Доказательство совершенно аналогично соответствующему результату для вещественных рядов. И мы сейчас воспользуемся этим свойством. А именно, теперь пусть z, некоторое z, по модулю строго меньше, чем z0. Я утверждаю, что ряд a0 плюс a1z плюс a2 z квадрат плюс так далее сходится абсолютно. Не только сходится, но еще и сходится абсолютно. Ставлю восклицательный знак. То есть, иными словами, смотрите, что утверждается. Утверждается, что если в некоторой точке комплексной имеется сходимость, просто обычная сходимость, то внутри всего круга этого радиуса, внутри, для всех точек меньшего модуля, от которых расстояние от нуля меньше, чем отсюда. Все внутренние, так сказать, внутренние точки этого круга. Мы потом поговорим про топологию подмножия с прямой, внутренние точки, граничные точки, открытые, замкнутые, множество. Мы еще про это поговорим, когда перейдем к многомерному анализу, к многомерной линейной алгебре. Утверждается, что в любой точке этого круга внутри, не на окружности, а внутри этого круга, вот этот вот ряд тоже сходится, причем абсолютно. Ну, как это доказать? Надо просто оценить n-ный член такого ряда по модулю. aN z в n-ный оцениваем по модулю равен aN z0 в n-ный умножить на z делить на z0 в n-ный. Берем от этого модуль, выносим aN z0 в n-ный сюда и остается модуль z на z0 в степени n. Внимание! Это вещественное число меньше единицы, потому что по условию модуль z меньше, чем модуль z0. А это что? А это ограниченное какое-то число, потому что эти, вот эти вот aN на z0 в n-ный они стремятся к нулю, но тем самым они уж точно ограничены. Поэтому получается, что члены этого ряда сверху оцениваются какой-то универсальной константой, ну то есть возьмем какое-то число, которое больше, чем модули всех чисел, начиная с вот этого и до конца. Любая последовательность, которая стремится к нулю, она остается ограниченной, естественно, при этом. Поэтому можно просто их ограничить одной и той же величиной, константой, и получится константа умножить на q в n-ный при q меньше единицы. Все. Мы сравнили наш ряд по модулю со сходящейся геометрической прогрессией. Вот она, сходящаяся геометрическая прогрессия при q меньше единицы. Все. Следовательно, этот ряд, модуль этого, сумма модуля этого ряда сходится, поэтому сам ряд сходится абсолютно. прекрасно. Прекрасно. Теперь вопрос, как же тогда устроено множество сходимости? Давайте просто подумаем. какие логические опции существуют. Ну, во-первых, в принципе, ничего не мешает нашему ряду вообще везде расходиться, кроме точки z равно нулю. Ну, в самом деле, смотрите, такое упражнение для слушателей. Я напишу 1 плюс z плюс 2 факториала на z в квадрате плюс 3 факториала на z в кубе плюс так далее. Я утверждаю, что этот ряд не сходится нигде, кроме нуля. Ну, в нуле, понятно, он равен днице, а везде вокруг он расходится. То есть при любом отличном от нуля значении z эта сумма не определена. По тем же причинам, почему вот такой ряд, записываю его ниже, который мы уже изучали, сходится на всей плоскости. Вот это на всей комплексной плоскости, а вот это нигде кроме нуля. Прекрасно. Вот такие два крайних случая есть. То есть у степенного ряда в принципе могут быть крайние случаи. Вообще нигде не сходимость, кроме точки 0 и сходимость на всей плоскости. Теперь предположим, что ни одно, ни другое не имеет места. То есть что существуют точки комплексной плоскости, где ряд сходится отлично от нуля, а также какие-то другие точки комплексной плоскости отлично от нуля, где ряд расходится. То есть вот у нас, скажем, вот в этой точке он сходится, а в этой он, например, расходится. Как тогда? Значит, здесь, давайте напишем, здесь расходится. Здесь сходится. Мы уже точно знаем даже, что модуль Z конечно меньше модуль W, правда? Потому что по доказанному, если он в какой-то точке сходится, то во всех да, меньше или равно, то во всех точках с расстоянием до нуля строго меньше, чем модуль W, он тоже будет сходиться. Значит, соответственно, при такой ситуации модуль Z уже никак не больше, чем модуль W. Отлично. А теперь давайте тогда заметим что если я возьму окружность большого радиуса, радиуса модуль W, то вне этой окружности ни в одной точке ряд сходиться не может. Опять, чисто логически, это следует из доказанного. Если бы хотя бы в одной точке он сходился, то в точке W, которая находится ближе к нулю, чем вот эта, он по доказанному оценивается геометрической прогрессии, то и сходится. А значит, раз W он расходится, значит, и везде вне этого круга он тоже расходится. Аналогично всюду внутри вот этого круга он сходится. То есть вопрос остается только для вот этой вот территории. Про нее мы пока точно не знаем. Но давайте попробуем про нее что-нибудь узнать. Давайте посмотрим на вот эту вот ось. На ось абсцисс или просто вещественных чисел и возьмем неотрицательные вещественные числа. Так как здесь в Z ряд сходится, а в W расходится, то в частности на всем вот этом интервале наш ряд сходится абсолютно, а на вот этом вот луче начинающем вот начинающемся с этой точки не включая нее ряд расходится. И можно посмотреть на такую точку чтобы можно взять самую правую точку на этом луче в который ряд еще сходится. Но в принципе может быть что такой точки нет. Потому что может быть что множество всех точек в которых данный ряд сходится оно не имеет правой границы. В этом случае нужно уточнить это рассуждение так. Надо взять точную верхнюю грань. Мы уже изучали что это такое. Точную верхнюю грань всех точек на положительной полуоси где наш ряд сходится. теорема основная теорема о степенных рядах. Теорема стоит в том что внутри круга с радиусом равным вот этой точке значению точной верхней грани строго внутри этого круга наш ряд сходится мажорируемым образом. То есть он сходится везде здесь абсолютно и равномерно если мы отступим немножко от этой точки влево. то есть в любом круге который содержится целиком вместе с своей границей в круге радиуса точная верхняя грань сходимость нашего ряда абсолютная и равномерная. А в любой вообще точке круга без границы наш ряд будет сходиться. что происходит на границе этого круга мы сказать не можем. Это зависит от конкретных коэффициентов а 0 1 и так далее. То есть вопрос сходимости и расходимости нашего ряда на самой окружности радиуса ТВГ остается открытым и требует дальнейшего часто очень сложного и скрупулезного изучения поведения последовательности а 0 1 и так далее. Но что точно можно сказать это то что во-первых вне этого круга он везде расходится во-вторых внутри этого круга он везде сходится и в-третьих в любом круге замкнутом строго меньшего радиуса чем ТВГ это сходимость мажорируемая то есть абсолютная и равномерная. Тем самым внутри соответствующего круга с нашим рядом можно делать любые действия. можно брать производные можно менять порядок можно вычислять интегралы и умножать ряды друг на друга то есть выполнять все требуемые математическим анализом операции. аминь. аминь.